привет дорогая семья и сегодня мы с вами идем в очередную мысль из рубрики ключи мудрости сегодня хороший ключик хочу подарить вам поделиться с вами и так я его назвал молодые доверяют но мудрые проверяют сразу хочу объяснить что этот урок стоил мне и сразу скажу что не не быстро я стал мудрым мне нужно было этот урок на своей шкуре пережить поэтому хочу подарить вам эту эту понимание эту мудрость это знание чтобы может кого-то из вас уберечь от провалов предательств и всех вот этих вещей которые следуют за теми людьми которые доверяют не зная людей которые прыгают в что-то не проверяя моментов не промеряя не проверяйте их сделок этих вещей и так вспомните иосиф будучи молодым парнем не думая рассказал своим родным и братьям о том кто он от о своем призвании он увидел сны да эти сны ему показывал бог но нужно ли было ему рассказывать о том что все ему поклонятся нужно ли было ему объяснять что он выше и дальше всех я уверен что нет и вот эта не мудрость молодость привела его может быть в последствия которые он бы мог избежать я уверен что у бога для нас есть много путей как войти в свое призвание есть пути покороче но там нужно больше смирения если ты не смиряешься то у тебя будет путь подлиннее некоторые знаете некоторые люди говорят о я пропущу мое призвание я сделал такую ошибку и вы знаете один раз бог не преподал такой классный урок я еду в моей машине да и я еду в моей машине и у меня работает навигатор я ехал тогда нас в гости с женой в гости пригласили и это было далеко мы не знали куда мы ехали и мы просто заговорились в машине и я просто пропустил один поворот пропустив этот поворот я накинул на свой там невозможно было развернуться то есть знаете есть такие моменты где ты вот проехал и это именно односторонняя дорога которая идет очень много километров там нельзя не развернуться не повернуть то есть там нужно очень далеко ехать потом возвращаться это к дому вау из я говорю вау слушай пропустил поворот и получается когда навигатор мне перри пересчитал путь накинулась я не знаю примерно 15-20 минут экстра да то есть и и потом дух святой как бы мне напомнил он говорит ты доедешь до своего места назначения но это теперь возьмет тебя дольше ты спалишь больше бензина ты больше машину будешь использовать другими словами все удлиняется ты попадешь но теперь это будет стоить тебе немножко дороже поэтому вот почему нужно просить у бога мудрости я уверен что у иосифа был может быть другой путь но он выбрал такой он выбрал путь глупости назовем его тогда он выбрал путь вот этот все разболтать кто я то есть я уверен у него были свои амбиции свои какие-то моменты ему хотелось превознестись над братьями знаете как синдром младшего брата да хочется что-то сделать лучше чем старший брат и так он был слишком амбициозен иосиф да и делился с теми кто абсолютно не был квалифицирован получить эту информацию у меня вопрос с кем ты делишься своими сокровенными вещами я уже говорил немножко в ключах мудрости что есть вещи которые нельзя никому открывать это одно из видео которое выше вы можете просмотреть там она в этой рубрике да в этом плейлисте но сейчас я хочу немножко сфокусироваться на вот в этой моменте что именно что мы говорим доверяем или мы проверяем вы знаете мне эта мудрость вот этот урок мне стоил мне стоил дорого честно скажу это если бы я мог если бы мне кто-то сейчас вот это рассказал я вам рассказываю знаете что я примерно делаю вот эти видео я делаю как бы я вот 50-летний да я обращаюсь к себе 18 20-летним то есть вот это я сейчас советы даю себе в прошлом ну в принципе естественно я не могу дать себе советы прошлом я даю вам эти советы потому что вы это я то есть кто сейчас 18 20 лет ребят или девушки парни сыновья дочери бога это это вам просто подарок просто подарок мудрость человека который на своей шкуре пережил предательство ножи в спину бог мой я был очень быстро на доверие очень быстро и вы знаете как призванный богом человеком у меня были и встречи с иисусом с ангелами мне было много уникальной информации которую нельзя было рассказывать нельзя было делиться особенно еще ладно были бы духовные отцы они бы поняли помогли как-то но я же делился не с отцами я делился с такими же самыми я так скажу сиротами и рабами как и я на тот момент был да с таким же мышлением а что сироты и рабы они думают если ты больше они тебя захотят прихлопнуть как вот братья иосифа да они вот так и прихлопнули почему что ты думаешь что тут круче всех что ли то есть поэтому дорогие мудрость это будьте аккуратны с информацией потому что информа из информации состоит все мы состоим из информации сейчас я дам тебе кусочек информации она войдет в тебя и она сделает твою жизнь качественней понимаете то что потому что мы состоим из информации вся наша мудрость или глупость это или достаток или недостаток информации и поэтому поэтому мозг так и сделан таким огромным накопителем до запахов мыслей мечты там видений, сновидений, то есть это все накопитель, жесткий диск, из которой составляет нас как компьютер, да, поэтому давая что-то тебе, оно становится частью тебя и облегчает твой путь к Иисусу Христу или твой путь в твое призвание. И я уверен, дорогие, что Иосиф, сидя в тюрьме, наверное, не раз вспоминал, да зачем я это сказал? Я не знаю, это точно, Библия об этом не говорит, но я так думаю, потому что я помню, сидел и думаю, да бог мой, ну надо было мне эту информацию рассказывать, почему? Потому что меня ж потом убивали моей же информацией, поймите, как происходит все? Ты дашь кусок информации, это же ты сейчас подарил им оружие против тебя, и потом это будет вскрыто, высмеяно, унижено, раздавлено, размазано, оплевано. Другими словами, вот почему Библия говорит, не бросайте святыни псам и не бросайте бусы, да, жемчуг перед свиньями, не бросайте жемчуг, не бросайте драгоценность со свиньями. Вот это именно говорится сюда. Зачем тебе говорить что-то, что никогда не примется? Но я помню мое неправильное сердце, семья, я был очень амбициозен, я же, я тоже много чего хотел, я тоже хотел людям сказать, я тоже не лыком сшит, я тоже, есть призвание, аллилуйя, а кто там вы такие нищеброды? То есть у меня был неправильный мотив, у меня было нечистое сердце на тот момент. Да, у меня было призвание, было, у меня был талант, был, но у меня не было правильное сердце. И вот здесь я наказался своей глупостью, потому что молодые доверяют, а мудрые проверяют. Вот, итак, но вспомните, когда он стал премьер-министром, скажем так, да, в кавычках, премьер-министром Египта. Вся его философия жизни изменилась, семья, и когда мы смотрим уже на Иосифа в мудрости, это другой Иосиф, вся философия, код его жизни полностью изменился. И когда к нему пришли его братья, помните, он их узнал, он не набросился на них, «О, братушки, я, вы видели, вот я, вот она моя позиция, мужики, и вот вы сейчас вот поклонились, да? А вы знаете, что вы сейчас поклонились, кому вы сейчас поклонились? Вы думаете, вы поклонились предводителю, управителю Египта? Да вы поклонились братухе своему, нет! Вы заметили, он даже не рассказал о том, кто он, он скрыл, он их пропустил через кучу тестов, через своего брата, то есть вы все эту историю знаете, прекрасная история, другими словами, там столько было проверок, имеют ли братья правильное сердце. То есть он их, то есть вот не мудрый Иосиф, он доверил все, что нельзя доверять. Мудрый Иосиф, в то время, когда уже можно открыть, уже тебя не коснется, твою одежду с тебя уже никто не сорвет и в яму не посадит, в рабство не продаст. Нет, Иосиф начал проверять своих братьев. И поэтому, семья, послушайте, будьте очень аккуратны. Почему? Потому что иногда мы вскрываем из-за нашего нечистого сердца и мотивов. Мы рассказываем вещи, которые люди не должны это. Почему? Потому что у нас хотелка. Мы хотим. Мы получили что-то. Конечно, Бог нам открывает наше призвание еще в незрелом возрасте, потому что Он начинает направлять и вести тебя. Но не обязательно рассказывать, не обязательно делиться своим сокровенным. Почему? Потому что это все потопчут свиньи. Это все перед псами ты бросишь эту святыню, и там вот все будет попрано и потоптано. Тебя обсмеют и унизят. Это как правило, стандартное правило, куда попадают люди, которые не имеют мудрости и не проверяют. Итак, научись никогда не доверять, кому попало, не зная того, кто в реальности эти люди. В моей жизни доверие кому-то... Семья, слушайте сюда. Это моя философия жизни. Доверие — это награда. Я никому не доверяю, семья. Не то, что я боюсь или я раненый. Нет, я мудрый человек. Я не доверяю. Не потому, что доверие... Дорогие мои, доверие — это награда проверенным. Доверие — это я с тобой уже прошел путь. И уровень моего доверия человеку зависит от уровня моего познания его сердца и мотивов. А ты, если Бога будешь спрашивать, Бог тебе покажет, с кем ты имеешь дело. Ты бизнесмен, будь очень аккуратен доверять другим людям. Я уверен, в основном все кидалово в твоей жизни было из-за того, что ты вскрыл кому-то что-то, что ты не должен вскрывать, и тебя на этом поймели, кинули, предали и вышвырнули, еще виноватым сделали. Поймите, семья, в основном все наши кидалово, предательства, боли, разрухи, крахи — вот все это основывается на нашем неправильном доверии и вскрытии того, что мы не должны вскрывать этим людям. Потом этими идеями пользуются и тебя вышвыривают. Ты кого-то научил раньше времени, он эту информацию взял и задвинул тебя, и теперь он вместо тебя эту работу делает, эту позицию или этот статус тебя вышвырнули. Почему? Потому что ты не мудро, не думая. И, конечно, ты сидишь, обижаешься. Но не обижайся на него, обижайся на свою глупость. Почему? Потому что тебе нужно было спросить у Бога. Тебе нужно вообще было ничего никому не говорить. Я по умолчанию никому ничего доверяю. Знаете, вот Андрей, что по умолчанию делает? Я по умолчанию сижу и слушаю. Это я с вами разговариваю. Когда я в обществе, я сижу и слушаю, смотрю. Я чувствую проекцию человека. Потому что, ребятки, как только вы научитесь читать людей, как только вы пройдете определенный путь с людьми, ты будешь вот так вскрывать мотивы сердца, ты будешь четко видеть суть человека, сущность человека, который стоит перед тобой, что он хочет тебе сказать. Поэтому будьте очень аккуратны. Итак, доверие – это награда. Вот просто сейчас вбей себе это в свое сознание. Вот этот ключик. Доверие – это не дешевка. Доверие – это не что-то бесплатное. Доверие – это награда и поощрение человека, которого я знаю. Все остальное я проверяю, я смотрю. Я на определенном уровне, я тебя уважаю, я тебя люблю. Но доверяю ли я тебе – это совершенно другой вопрос. Любить и доверять – это две разные вещи. Бог нам сказал любить всех, но он не сказал «доверяйте всем». Здесь уже совершенно другой фактор включается, это здесь уже мудрость. Итак, научись никогда не доверять, кому попало. Доверие – это награда, это те, кто прошли тест, те, кто прошли проверку. Вот они имеют право на мое доверие. Кто бы ты ни был, не спеши доверять, научись ждать, научись проверять – это убережет тебя от жестоких падений, предательств и краха. Почему? Потому что, опять же, я говорю, в основном все, где нас кинули – это, скорее всего, ты, как Иосиф, будучи молодым, вскрыл что-то кому-то, до чего они не квалифицированы, они не имеют права знать и иметь доступ до этой информации. Итак, если ты попросил кого-то подождать, пока ты примешь правильное решение, знаете, как я проверяю людей? Люди говорят, пастор, вот это. Я говорю, подожди, подожди. И я назначаю время. Я смотрю, если люди не могут ждать, они не достойны ни моего доверия, ни моих ресурсов. Другими словами, люди, которые пришли ко мне за помощью и не способны подождать неделю, две, три, неважно, сколько я назначу, сколько я чувствую правильным. Если не способны подождать моего решения, потому что я решение должен принять в нейтральной позиции. Вот это еще один ключ, мы поговорим насчет него в другом, может быть, уроке. То есть, как мы принимаем решение? Ты не можешь принимать решение на позитиве и на негативе. Семья, еще раз скажу, опять, это другой ключ, но раз тронул уже чуть-чуть коснусь. Ты не можешь принимать решение на позитивных эмоциях и на негативных. Любое твое решение на позитиве будет неправильно и на негативе будет неправильно. Любое решение, любое доверие, любой момент я принимаю в нейтральном состоянии. То есть я не хочу и не не хочу. Я просто нейтральная позиция, и я принимаю решение. Если бы сейчас не было этого давления или моего желания, сделал бы ли я это? Я себя тестирую, я тестирую свое сердце. Я тестирую, хочу ли я что-то из этой ситуации выгоды для себя. Я тестирую свои мотивы. Потому что если мои мотивы мной же не протестированы, я себе капкан делаю и попадаю в свою проблему. Потому что что-то я хочу. И мне Бог сказал, принимай решение, когда ты ничего не хочешь. Когда ты в нейтрале. Когда нет у тебя бурных эмоций позитивных. Тебя убедили, эта продукция самая лучшая. Ты должен инвестировать, купить, прыгать. И что ты делаешь? Запрыгиваешь. А энтузиазм потом вот так проходит. И все потом, что твой аккаунт вычищен, и этих людей нет, кому ты доверил. Поэтому будь очень укоротен, будь мудр. Доверие это награда. Доверие это награда. Это не бесплатный дешевый продукт. Итак, я гарантирую, большинство предательств кидало манипуляции. В основном основано на том, что мы доверили что-то человеку, который не должен был обладать этой информацией. Итак, я заканчиваю себе. Научись ждать и проверять качество людей вокруг тебя и качество их мотивов. Просто посмотри. Потому что если они уйдут, пусть уходят. Они кого-то другого найдут, пусть находят. Семья, послушайте, я лучше не получу что-то, чем получу предательство, кидалово и нож в мою спину. Я уже старый волк. Я видел в своей жизни. О, рассказал бы я о предательствах, которые были в моей жизни. Боже мой. Семья, поймите, о чем говорю. И в этих предательствах они не виноваты. Потому что они били меня ножами, которые я им отполировал, наточил и подарил. Они меня убивали моим оружием или моими откровениями, ключами. Они ранили меня тем, что я им доверил. Поэтому имейте мудрость. Итак, ожидая и проверяя, ты никогда не потеряешь. Но необдуманно доверять людям, это просто дело времени, когда придет твоя катастрофа. Итак, дорогие, молодые доверяют, а мудрые проверяют. Благословения вам. Увидимся в следующей передаче. Пока.